Несмотря на погодные привратности, я все-таки снова приехал в деревню восстанавливать свой деревообрабатывающий станок. В прошлый раз внимательные зрители помнят, что мы закончили на том, что я разобрал и начал ковыряться в электрике. Посмотрим, что наделаю сегодня. Ремонт продолжаю по принципу. Разобрал, почистил, собрал. Как вы помните, нифига у меня не включился станок. Посмотрим, что будет сейчас. Сейчас винтики новые заворачиваю, старые пришли в негодность, зажавели. Ну что ж, давайте вместе с вами испытаем, запустится он или не запустится. Работает, ребята! Ура! Работает! Я очень сильно переживал, что не запустится, но все в порядке. Теперь сейчас обслужим вот этот вот вал, для того, чтобы наши подшипники работали долго еще и счастливо. Нормально откручивается. Давайте попробуем достать эту штуку. Видимо, придется разбирать стол полностью. Вот это, ребята, регулировочный механизм, чтобы вот этот стол был на нужной высоте и был во всех плоскостях в уровне. Я сначала не хотел его трогать, но понимаю, что если я его не сниму, то вот эту штуку достать у меня не получится. А вал мне нужно обязательно обслужить, потому что подшипники не смазаны уже много-много лет. Не понимаю пока, что с этим делать дальше. Может быть, я и зря сюда полез. С учетом того, что этот станок много лет стоял без движения, я тут предварительно все очистил от остатков каких-то опилок. Да, ребята, товотниц тут нет. Будет ли от такой смазки какой-то толк, не знаю. Но это лучше, чем ничего. Главное, не получить обратный эффект. Когда на вот этот литол будет накапливаться пыль деревянная, и впоследствии она станет абразивом. Других вращающихся элементов тут нет, поэтому несу литол обратно в маслохранилище. Ну а теперь, ребята, самое время закрепить вал на его законное место. Там, где он и стоял. Видите, я побоялся разбирать полностью. Не знаю, как это делается правильно. А неправильно страшно поломать. С учетом того, что станок работает, двигатель у него вращается. Новые ножи запасные у меня есть. Я уверен, что в скором будущем этому станку вообще грозит очень хорошая трудовая карьера. Дело разобрал, собрал, смазал, почистил от пыли. И сразу станочек мой стал работать. Очень приятно, ребята, наличие вот у этого станка вот такой вот прижимной штукенции. Крепится на двух вот таких винтах. И когда я буду фуговать доски, абсолютно точно, это будет незаменимая вообще вещь. Следующая приятная приспособа, которая есть у этого станка, это токарка, ребята. Токарный станок. Не буду сейчас его монтировать, потому что в ближайшее время он мне не нужен. Но обязательно что-нибудь сделаю с его помощью и вам покажу, как это получается. Еще одна функция этого станка – это циркулярка. Вот такие вот стоечки мы сейчас сюда забабахаем. Делаю все по наитию, ребята. Уже не помню, как это все собиралось. Сейчас, как говорится, любая техника любит ласку и смазку. И прежде чем мы сейчас поставим станину, давайте установим диск. Я надеюсь, что он подойдет. Неа. Ха-ха-ха. Не подойдет. Значит, диск мы с вами поставим в следующий раз. Сразу же давайте померяем, какого нам нужен посадочного диаметра. Тридцать второго. А у меня этот тридцать первого. А это чего у нас всего не хватает? Одного миллиметра. Удивительно. Вот они, советские стандарты. ГОСТ СССР еще наверняка. Тогда покажу вам пока без диска. Вот тут есть вот такой вот стол, который устанавливается вот так. Есть только один минус. Когда я ставлю вот этот стол, я не могу пользоваться прижимом. Поэтому мне либо придется строгать без использования прижима фуговального, одновременно пользуясь этим столом, либо пользоваться этим по очереди. Теперь давайте посмотрим, какие тут есть приспособы. Снизу, ребята, конструкция выглядит вот так. Ну, хочу вам сказать, достаточно мощно. Прямо по-СССР-ски. Есть вот такой вот перпендикулярный упор. Не знаю пока принцип его работы. Вот подозреваю, наверное, что я должен вот так упереть доску. Ее вести, что ли. Ну, блин. Он тут точно не двигается. У меня, конечно, вся вот эта поверхность тут малость заржавела с годами. Может, если тут смазать, оно и будет работать. Не знаю. По мне кажется, это неудобно. Скорее всего, я сделаю какой-то свой упор, вот такой вот, из алюминиевого профиля. Что касается перпендикуляра, может быть, это и хорошая идея. Ну, надо сделать так, чтобы вот эта штука тут двигалась. Пока, ребята, она вообще не хочет двигаться. Я, конечно, сейчас все тут оттеошу, смажу маслом, потому что пока это в каком-то таком заржавелом виде. Вот, как мне кажется, сейчас белорусы делают нечто подобное. То, что в России безвозвратно раскидывали налево и направо, белорусы заботливо прибрали к своим рукам, поставили в своих цехах и до сих пор пользуются всем этим снаряжением. Теперь, что касается пильного диска. Пильный диск у нас, ребята, вот здесь прорезь 240. Поэтому я по-любому буду покупать 210, что есть хорошего еще у этого станка. Вот в комплекте идет вот такой патрон, который можно использовать вместе с токарным станком, как передняя бабка. И она же, ребята, используется как фрезер. Вот. Я пока еще не разобрался, как с этим фрезером работать. Разберусь, обязательно вам расскажу. Вот такой вот универсальный станочек появился в моем хозяйстве. Ну, скажем так, не появился, а жил вновь. Потому что он уже был. Ну, а теперь предлагаю еще раз запустить этот станочек уже после того, как я его полностью собрал. А то я вам похвастался, что он работает. Ну что, давайте попробуем. Все. То, что надо. На этом первая часть обзора моего станка закончилась. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам особенно интересно, что бы вам хочется посмотреть. Ну, а я расскажу, что буду делать дальше с ним. Дальше я буду изготавливать станину под него, для того, чтобы можно было работать и транспортировать его на колесиках. Куплю для него диск, установлю, попробуем пилить. Отрегулирую режущие кромки, для того, чтобы уже можно было как следует строгать на нем. То есть буду производить какие-то регулировочные работы. На этом с вами прощаюсь. И увидимся в следующем видео. Пока, друзья. Продолжение следует...